Приветствую подписчиков и гостей данного канала. Огромная благодарность каналу WebClubRush за предоставленный девайс. Итак, представляем вашему вниманию китовый набор MicroOne 150TC от Smoke. Коробочка у нас стандартная, смоковская. Здесь все коды, комплектация и изображение самого девайса. Далее видим черную смоковскую коробочку. Далее открывая ее мы сразу же видим Box Mode. Вот такой вот. Макулатурка. Гарантийный талон. Руководство пользователя. Ну, правда, русского языка, конечно, здесь нету, но все и так понятно. Я думаю, каждый раз берется на интуитивном уровне. Так, микро-USB для зарядки и прошивки данного мода. Так, запасное стекло на бачок. Пакетик с допами. Четыре винтика на стойке. Оринги и ключик шестигранный. Так, опять гель. Так, дальше. Также у нас есть в комплекте RBA база. Преднамотаны на ней клептоны. Выглядит она вот так. Так, стоечки Velocity. Большие воздухозаборные отверстия. Так, и теперь сам Minos. Вот так вот он выглядит. Так, это все можно убрать. Так. Бачок Minos. Имеет 25 мм в диаметре. 48 мм в высоту. И весит 52 грамма. Производитель указывает емкость данного бачка 4 мл. Но я заправлял через шприц, дабы убедиться, сколько в реальности сюда влазить жишки. Сюда вошло 3,5 мл. Так что реально, ребята, 3,5 мл объем бачка. Бачок дает хорошее количество пара и вкуса. Ну, как по мне, так пара больше. Давайте разберем, посмотрим. Ну, здесь, если вы видите, здесь у меня уже заправлена жишка. Как раз та, которую я замерял его. Чуть-чуть попарил. Ну, здесь есть возможность доступа к спирали, не сливая жишки. Поэтому я ее сливать не буду. База с необслуживаемым испарителем, который шел в комплекте на сопротивление на 0,3 Ом. И рекомендуемая мощность от 30 до 80, прошу прощения. Пин нерегулируемый, желтого цвета. Снизу надпись Design by Smoke. Не выкидывать в мусорные урны. Так, отложу в сторону. Вот так вот выглядит основная часть бачка. Очень прикольный здесь дриптипчик. Шахта. Точнее, купол вот так обработан изнутри. Кстати, вся обработка, все резьбы на достойном уровне. Качество изготовления хорошее. Вот так вот. Кстати, вот эту часть вам придется разбирать только лист для того, чтобы заменить стекло. Давайте закручу я его назад. И покажу вам отверстие для заправки. Окна. Как видите, отверстие широченные, огроменные, лей хоть из ведра. А вот так вот выглядит сама крышечка. Ну что, закручиваем дальше. Дальше, наверное, по нему говорить уже больше нечего. Так, и теперь рассмотрим сам мод. Так, на верхней части стальной коннектор. Пин желтый, подпружиненный. Экранчик, как вы могли видеть на предыдущих смоках. Кнопочки плюс-минус. Четыре винтика, которые держат крышку. Так, на нижней части вентиляционные отверстия. Четыре винтика для крышечки. Так, на этой части кнопка Fire. И больше ничего нет. Здесь у нас надпись Smoke. И больше ничего нет. Здесь у нас microUSB разъем для зарядки и прошивки мода. Кнопочка Reset для сброса, если вдруг он у вас зависнет. И здесь сертификат... Не выкидывать в мусорку. Design by Smoke. Здесь название мода R150TC. И, в принципе, все. Так, вес у данного бачка, как заявляет производитель, 184 грамма. Высота 77 грамм. Ой, 77 миллиметров, прошу прощения. Так, ширина 50 миллиметров. И толщина 26,5 миллиметров. Выходная мощность данного мода составляет 150 ватт. Максимальное выходное напряжение составляет 8 вольт. Поддерживаемое сопротивление в режиме вариватт от 0,1 до 3 Ом. В режиме термоконтроля от 0,06 до 3 Ом. Регулировка температур при термоконтроле от 100 до 315 по Цельсию и от 200 до 600 по Фаренгейту. Отсечка 12 секунд. Включается мод пятикратным нажатием на кнопку Fire. 1, 2, 3, 4, 5. И вот он, он смог. Так, мы сейчас находимся в режиме варивата. Ну, я термоконтроль вообще не использую. Как-то не знаю, мне варивата хватает. В общем, вот так. В меню, как и на большинстве смоков, меню здесь очень простое. И вход в меню осуществляется троекратным нажатием в кнопке Fire. 1, 2, 3. Вот мы в меню. Это режим, вы выбираете режим парения для себя. То есть, вариват, температурный контроль и пресеты. Пресетов, кстати, здесь 15 штук. Вот они. С шагом в 10 ватт. То есть, вы можете их настраивать по-своему. Первый пресет 10 ватт, второй 20 ватт. Так, и, я думаю, здесь дальше. В температурном режиме можно подстроить TCR. Подстроить температуру, которая для вас комфортна. Температурный режим включает три стали. Нержавеющую сталь, титан и никель. Едем дальше. Второй пункт меню. Это у нас затяжки. 1, 2, 3. Так, вот он. Вот затяжки. И здесь вы можете их сбросить, либо не сбрасывать. Ну, в общем, я не пользуюсь этой услугой и ничего не сбрасываю. Едем дальше. Третий пункт меню. Это у нас настройки. Так, вот они. Здесь у нас можно подстроить контрастность, можно развернуть экран, можно подкорректировать сопротивление. Ну, естественно, прошить мод. Также здесь есть стелс-режим. И если его не использовать, то у вас появляется время подсветки экрана, можно подрегулировать. Так, вот сюда выходим. Еще раз. Осталось у нас четвертый, последний четвертый пункт меню. Так, раз, два, три. Это Power. То есть в нем вы можете выключить мод. Так, ну, оставляем. Дальше на меню, наверное, особо внимания заострять не будем. Так. Кстати, здесь есть еще и горячие клавиши. Ну, если зажать плюс и минус, экранчик заблокируется. Зажать еще раз, экранчик разблокируется. Так. Горячая клавиша Fire Plus. Это у вас, вы можете преднагрев спирали выбрать. То есть Hard, Max, Min, Soft, Norm. Ну, я обычно выбираю Norm или Hard. Другая горячая клавиша, клавиша минус и клавиша Fire позволяет вам перемещаться в температурное меню. Позволяет переключать режим упарения, в общем, быстро. Также вы можете мод выключить, если он у вас заблокирован. Зажать кнопку Fire и держать до тех пор, пока мод не отключится. Все, мод выключился. Теперь включаем пятикратным нажатием. Раз, два, три, четыре, пять. Вот появилась надпись. Так. Мод включился. И он у нас заблокирован. Вот видите. Нажимаем кнопочку, разблокируем и все. Так. Ну, теперь что? Давайте закрутим бачок. И посмотрим, как он выглядит в реальности. Вот так вот. Кстати, здесь при перекрытии или открытии подачи жижки слышен такой звук, вот как будто шестереночка там у них в системе, вот в этой, которая закрывает, открывает подачу жижки. И очень так он прикольно щелкает. Я не знаю, услышите, нет? В общем, прикольная фишка такая. А так выглядит он вот так. Он не такой большой. В моей руке сидит очень даже комфортно. Так. Кстати, у вас может возникнуть вопрос, вот как так, бак на, не бак, прошу прощения, мод на 150 ватт, там, а емкость у него заявленная производителем 1900 мАч. 1900 мАч. Это здесь указана емкость одной батареи. Здесь их две. Формата 22500. в последовательном соединении. Кто в этой теме понимает, тот поймет, что это значит. Дальше. Что еще тут скажешь? Пока, я не знаю, я явных каких-то минусов или вот это вот так, мне вот не нравится, я там не могу сказать. Не знаю. Ну, может быть, продирка. Вот кнопка Fire. И кнопки плюс-минус. Но, вот, слышите? Иногда шумит. Вот. Так модик мне понравился. Многие могут сказать, что вот, у него там несменный аккумулятор, да, бла-бла-бла и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, мод рассчитан в первую очередь на новичка. И сменный аккумулятор для новичка как раз-таки избавляет от нескольких вопросов. Избавляет от проблемы с аккумуляторами. И избавляет от проблем приобретения зарядки. Также многие могут спросить, при последовательном соединении, если заряжать от USB разве это не разбалансирует? Там, или еще какого-нибудь вреда не причинит? Ну, я думаю, не причинит. Потому что в этом моде, я думаю, есть все, что имеет большинство модов на сегодняшний день. То есть, на 2016 год. Ну, все, друзья. Решать вам, иметь его или не иметь. Ну, мне он понравился. Вот так вот. До свидания, ребята. Если вам что-то понравилось или не понравилось, ставьте лайки, дизлайки. Объективная критика приветствуется. Не судите строго. Это мой первый обзор. Поэтому, если что не так, сори, как говорится. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok